Приветствую вас. Я бы обратил ваше внимание, вашей истории на следующий момент. Первое. Это то, что у вас очень много боли, очень много обиды, очень много действительно страха, чувства вины, стеснительности и так далее. Все это вас сидит, все это вас мучает, все это вас напрягает очень сильно, тащит в разные стороны и так далее. Тут все нужно вам проживать, прожить ту боль от тех травм, которые у вас есть, полностью раскрыться, довериться кому-нибудь человеку. Не бояться поплакаться. Поплакаться именно кому-то, именно увидеть, что за слезами, за обидой. Вот. То есть вам необходимо всю ту гамму ваших чувств проживать. Проживать. Проживать последовательно, проживать последовательно не в смысле хронологии, а в смысле того, как это пойдет. И вообще вам, мне кажется, нужно получать представление о себе. У вас их нет. То есть вся общая картинка, которая у меня сложилась на основании вашего текста, это про то, что вы совсем себя не знаете. Есть только ожидание вашей мамы от вас. Есть страх, есть зависимость от нее. Вот. И все. По большому счету. При этом вам, например, даже не приходит в голову такая мысль, что мама может просто манипулировать вами. Через свои христики, через плохое настроение, как бы перебрасывая ответственность на вас. Да? Вот. Следующий момент, следующий момент, это, собственно, одиночество. В какой-то степени это тесно перекликается с тем, о чем я говорил до этого. Одиночество. Одиночество, это не умение выразить возгонодействие другим человеком то, что вы чувствуете на данный момент, в данную секунду. И не умение обращаться с обратной связью, которую вам человек даст. К примеру, если вы скажете своей маме, что вы чувствуете одиночество, когда вы находитесь, например, рядом с ней, что она либо разослится, либо начнет плакать и, в общем-то, заниматься самобичеванием. Вот. И вам будет неприятно. И вполне вероятно, если у вас случится серия. Почему? Потому что вы будете чувствовать свою вину перед мамой. А из чего? Как появляется у вас чувство вины перед мамой? В какой-то степени это страх его потерять? Но в какой-то степени. Страх потери – это недоверие себе в данном случае. Но в какой-то степени это проблема с влиянием. Знаете? А взрослому человеку, чтобы, будучи взрослым человеком, конструктивно, позитивно, комфортно общаться со своими родителями, нужно, условно говоря, от родителей сепарироваться. Вы от своих родителей не сепарировались. Вы по-прежнему к ним привязаны. И в данном случае ваша привязанность связана с тем, что вы берете ответственность на себя за их, в основном мамы, чувства и переживания. Понимаете? Какая штука. Здесь понятно. Все дело в том, что, опять же, повторить, вы себя не знаете. Вас нет, как мне кажется, в окружении человека, который дал бы вам адекватно обратную связь на ваши чувства. На ваши переживания, на ваши высказывания. Чтобы вы лучше себя узнавали. Чтобы вы изучали себя. Чтобы вы понимали себя. Чтобы вы смотрели, какие ваши интервенции, то есть высказывания в отношении других людей, какой эффект имеют. И соотносили бы это с тем, что вы хотели бы. Но все очевидно, что вы находитесь с своей мамой в влиянии. То есть в зависимости. И как бы от нее зависит ваше состояние. Почему так происходит? Ну, в какой-то степени, потому же, потому же, почему вы чего-то стесняетесь из-за своей болезни. Молчите и так далее. Вам не интересна ваша жизнь, как мне показалось. Она вам не интересна. Вам не интересна что-то в жизни настолько, чтобы интерес к этому перевесил, например, важность, значимость вашей болезни. Мне показалось, что самое важное для вас это бабушка и ваши родители. Это безусловно важные люди, которые занимают важное место в вашей жизни. И это так. Но все-таки вы уже не ребенок и родители в том смысле в каком-нибудь. Мы вам не нужны больше. Вам нужно интересство в своей жизни. Вам нужна цель. Вам нужен путь, который бы вы начали проходить. И у вас естественным образом появятся люди. Ну, окружение вокруг вас, которое и станет вашей социальной ячейкой. Но с этого вы каждые выходные ездите к родителям. Я вот так и не понял, зачем вы чувствуете себя там одиноко. Но мы все равно к ним ездите, потому что вы их любите. Но если вы их любите, вы можете позвонить и с ними поговорить, зачем вы это делаете. Такое ощущение, что вы это делаете из чувства долга. Ну, если так, то никому этого не лучше. Ни вас, ни вашей маме, ни вашему папе. Я бы хотел порекомендовать вам терапию, психотерапию. Вам это необходимо. Потому что, повторюсь, вы находитесь в некой изоляции. Вы находитесь в некой депривации. Вы не умеете обращаться с собой. Как мне показалось, и плюс у вас достаточно количество травм, которые, безусловно, влияют на вашу текущую жизнь. Не прожитых травм. Не прожитых травм, не прожитого горя, не прожитые боли, обиды и так далее. Все это нужно прорабатывать. Аноним. Вот. Поэтому, я думаю, что ответ вам может быть такой. Вы, представьте, боятся находиться с родителями и, в частности, с мамой. Тогда, когда первое, признаете опасность и угрозу для себя от этого. И второе, когда помимо их в вашей жизни будет что-то гораздо более значимое. Что касается одиночества, то, опять же, вот как я вижу ваш вопрос касаемо одиночества. Я вижу так. Я что-то чувствую. Ну. Что-то ощущаю. Я хочу, чтобы мне помогли, говорить вы, не обращать внимание на это. Вот. Но. Одиночество. Это ведь. Ээээ. Феномен. Это. Симптом. И. Симптом. О чем-то. Сигнализирует. Вам. И. Соответственно. На мой, на мой взгляд, нужно этот сигнал не отталкивать, а наоборот, принять и посмотреть, к чему, куда он вас приведет. И, безусловно, саму вам сделать это будет сложно и очень тяжело. Поэтому вам необходимо помысл психолога, помысл психотерапевта, для того чтобы разобраться в этом. Вот. Такой ответ, я могу вам дать. Как вы понимаете, единого какого-то универсального способа не бояться. Нет. Потому что страх у каждого человека свой. Это нормально. И путь этого страха у каждого человека свой. И, мне кажется, грубым обесцениванием является то, что вы считаете, что есть какой-то универсальный способ, позволяющий от этого страха избавиться. Нет. Такого способа. Нет. Если вы хотите действительно свою жизнь менить, если вы действительно, если вы хотите качественно поменять свою жизнь, вот, то вам нужно инвестировать, вам нужно инвестировать в себя саму. Ваше время, ваши силы, ваши финансы безусловно, потому что время психотерапорта стоит чего-то. Вот. И, соответственно, тогда уже будет, ну, будет результат. Вот. Тогда будет эффект. Тогда будет эффект. Тогда будет, ну, как-то конкретный результат. Вот. Вот. Это то, что я хочу, ну, тут хочу вам сказать. Вот. Вот. С точки зрения психотерапии, с точки зрения профессиональной психотерапии. Это работает именно так. Это работает именно таким образом. Вот. 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 То, что хочу вам поделить. То, что хочу вам сказать. Вот. Вот. Безусловно. 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 Нужно время. Нужно быть время для того, чтобы решить ваши проблемы. Это необычный процесс. Поэтому я хочу, чтобы вы понимали это. Я хочу, чтобы вы, ну, чтобы вы отдавали себе в этом в этом отчет. Вот. И. Приняли сознательное решение относительно стауну. Как будете двигаться дальше. На этом все, я надеюсь, что мой ответ был полезен вам и желаю вам всего самого доброго, я надеюсь, что мой ответ сформулирует у вас обратную связь, которая подходит началом психотерапии. Доверие себе, и вот то, о чем я забыл еще сказать, вот когда я говорю, что вы себе не доверяете, вы пишите наши люди, которые согласились бы помогать ей, но родители даже слышать об этом не хотят. Простите, вам 20 лет, ну, вы говорите почти 20 лет, значит вам 19 лет сейчас. Простите, о каких родителях речь идет? Почему родители это решают? Почему родители решают, кто будет с вами, а кто нет? Ну, это, я думаю, вам тоже так же имеет смысл поискать ответ, ну, для себя. Вот. А вы получаете довольно противоречиво, как, ну, как мне кажется, здесь. Понимаете? Да? О чем я имею, ну, о чем я говорю. Вот. На этом все. Еще раз. Я надеюсь, что это было вам полезно. Удачи. Всего самого доброго. Ну, я думаю. Удачи. Удачи. Удачи! Удачи! Продолжение следует...